всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали со стороны статистики хотелось бы отметить данные которые выходили по великобритании достаточно все позитивно страны занятости также выходил индекс цен производителей германии здесь также все позитивненько впереди стоит обратить внимание на выступление вице-президента бундесбанка 17 по московскому времени и в 23 30 по москве у нас выйдут данные по запасам нефти бензиновых дистиллятов от американского института нефти ну а мы переходим к более сложному интересному это непосредственно доходность казахстейских облигаций по часовому таймфрейму продолжается движение восходящем тренде напоминаю что если будет полная отрисовка здесь может образоваться классика это непосредственно флаг древко есть отрисовываем полотнище и на текущий момент мы находимся возле верхней линии полотнища стороны более старших таймфреймов дневного более сильная психологическая партия поддержка 1.5 будем смотреть за тем что у нас будет происходить именно с линии сопротивления нашего восходящего тренда начинаем индекс доллара как мы вчера и разбирали вместе с вами непосредственно я тот диапазон 90 95 91 05 мы его достигли достигли сегодня ну и неплохо было бы получить хорошую коррекцию первая область 91 35 91 40 более высокая 91 80 91 90 страны тактики адверза на краткосрок как я и говорил на 300 процентов мы приземлились но нужно здесь помнить о том что это может быть всего лишь коррекционное движение как раз в район 91 на 35 самый ближайший будем смотреть как будет настроение меняться на рынке ну а дальше цель падения если сохранится настрой по непосредственно индекс доллара это 90.5 заходом на средний срок как я уже говорил это район непосредственно 90 90.15 ну и в завершении классика с этой стороны также у нас есть хорошая пока поддержка которая идет с четырех часового таймфрейма поэтому будем смотреть как у нас остановится здесь индекс доллара отрисует ли свечную формацию на разворот если так будет то это будет замечательно даст нам перерыв но и соответственно агрессивные покупки американского доллара коррекционные движения по всему спектру рынка переходим евро доллар достигли мы восходящей целевой зоны это большой плюс с этой стороны как всегда я ожидаю при достижении целевой зоны коррекционного движения пока далеко не ушли опять же мы идем против то есть это агрессивная сделка продажа стоп лоссом выше от эрки выше как минимум 120 95 зоны где можно будет ловить самая рисковая 120 30 более консервативно 119 81 19 90 дальнейшая цель на рост это непосредственно 121 ровно 121 15 со стороны опционов картина по паре вала евро доллар выглядит последующим страны неделек мы вышли за верхний диапазон соответственно звончики будет нас толкать вниз как минимум в район 1 19 65 оптимальная точка находится на уровне 1 19 60 так со стороны месяца также мы достигли верхней границы колов поэтому здесь можно ожидать и цель по снижению точно такая же 1 19 65 стороны объемов хотелось бы отметить следующий момент что за максимумом опять же можно сказать оба классики через фрактал стоит крупный объем который сдерживает это восходящее движение в силу того что статистики нету и доходность начинает работать на увеличение это опять же не в пользу рисковых активов в пользу как раз американского доллара но если посмотреть на объемы сильных объемов на покупку нету поэтому при общем настроен на коррекционное движение по рискам на укрепление по америке соответственно можем хорошо прокатиться к обозначенным уровнем пара фунт доллар с этой стороны нужно быть аккуратными в силу того что первое вышла хорошая статистика второе это значительно значительные перспективы роста экономики или к великобритании и третье это успехи в вакцинации все это приводит к тому что коррекцию здесь можно получить но я считаю что она не будет на столь серьезной как по другим финансовым инструментом поэтому по коррекционным целям соответственно по агрессивности здесь напоминаю что у нас приоритет сменился на восходящий краткосрочный самое ближайшее 1.39 ровно 1.39.15 дальше в район 1.38.50 ну и самое интересно откуда можно подкупать 1.37.90 1.38.15 нисходящая промежуточная зона пока далеко не ушли агрессивная продажа стоп лоссом выше 1.40.20 стороны опционов картина выглядит по следующему недели дают нам полный карфблант на агрессивность так как мы находимся возле верхней границы опционного канала так со стороны месяца здесь хотелось бы отметить непосредственно открытый интерес большое количество желающих только прикупать но с точки зрения объемов это как раз может дать и прибавить волатильности данному валютному инструменту но то что я сказал страны фундамента как раз может именно задерживать нисходящее движение по паре фунт доллар стороны объемов картина по паре фунт доллар выглядит по следующему сейчас закрепимся под данным объемом грубо говоря с едим его и смотрите дальше просто свободное падение вплоть до 138 30 ну такое по паре фунт доллар возможно поэтому если будем катиться нужно будет переводить себя в стан на медведей агрессивщиков переходить на m5 m15 соответственно через те же самые скользящие средние присоединятся к рынку и брать свой кусок пара доллар сша японская иена достигли мы первой коррекционной области дополнительный 108 55 108 60 напоминаю что здесь приоритет сохраняется нисходящей целью выступает 107 35 107 40 но по полной коррекции 109 15 109 25 я бы взял 109 30 потому что и пара фунт доллара и пара доллар иена они достаточно четко соблюдает остановку в районе цифр которая заканчивается на 30 здесь конечно же мы уже далековато ушли от минимума но все-таки если будет небольшая коррекция можно будет входить из района 108 30 108 35 сильного движения здесь не ждите потому что со стороны опционов есть препятствия которые не будут позволять нам хорошо двигаться это непосредственно открытый интерес который находится в районе 108 70 ну и все что выше здесь уже как раз скапливаются продавцы так со стороны месяца то что мы находимся внизу цену канала это плюс то что мы выше баланса дня это сигнал на покупку ну и пока есть есть все шансы с более старших можно сказать опционов о том чтобы продавить недельки и соответственно сходить в район 109 30 109 35 так страны объемов у нас ситуация выглядит по следующему так по равенству внутридневному практически все одинаково ну и крупный объем в районе 109 50 при подходе к 109 не исключая как раз момента того что данный объем может спуститься ниже если волатильность данного инструмента и вообще поведение рынка будет низко волатильным но как вы видите давно давно ожидает хорошего коррекционного движения поэтому если расширять диапазон 109 30 109 50 109 45 до 5 пунктов до крупного объема здесь можно будет уже смотреть точку на разворот на продолжение нисходящего движения со стороны приоритета маржинальных зон обеспечения канадский доллар с этой стороны хотелось бы отметить первое что по маржинальным зонам у нас сохраняется нисходящий приоритет но самое интересное стороны классики пара доллар-канадский доллар четко двигается в нисходящем тренде с учетом того что пока намечается коррекционное движение по индексу доллара самое первое будем смотреть как будет у нас реагирует цена на уровень они 2530 но более серьезно это конечно достижение 1 2555 1 2565 полное коррекционное движение до промежуточной восходящей зоны страны опционов картина у нас выглядит по следующему так по неделям продавливать будут больше продавцы они в принципе расположены вверху поэтому не ожидаю с точки зрения опционного анализа сильного прорыва и выхода непосредственно за трендовую линию сопротивления но стороны месяца здесь вообще все гибло так по объемом ситуация у нас выглядит по следующему достаточно плотно располагается объемы как раз возле трендовой линии сопротивления поэтому это идет в подтверждение классики и непосредственно маржинальным зон обеспечением что здесь будет первая остановка напоминать что это у нас сырьевой еще актив если будет рост нефти то это будет замедлять укупление американского доллара по данному валютному инструменту ну и внизу на 124 40 большие объемы стоят уже на покупку в принципе это как раз достижение нисходящей целевой зоны австралиец к доллару здесь для вас для практики хотелось бы ответить следующий момент мы самое первое когда достигли первой восходящей целевой зоны лично по моей статистике должна происходить хорошая коррекция мы не получили поэтому ее нужно ожидать на первой золотой зоне вот как раз этот момент хорошо демонстрирует именно мой подход мою статистику поэтому первая остановка уже произошла 7770 ожидая более глубоко в районе 7715 7725 и вот здесь уже нужно будет смотреть разворотную формацию так как приоритет здесь непосредственно восходящие цели 7850 и более глубокая 7890 7910 стороны опционов все также великолепно с точки зрения агрессивности на недельках мы у верхней границы опционного канала поэтому будем продавливать вниз тем более смотрите что открытого интереса нету свободно можно падать и делать коррекцию стороны месяца точно такой же технический рисунок хотелось бы отметить оптимальное значение между покупателями и продавцами в районе 77 ровно страны объемов картина по паре австралиец доллар выглядит по следующему хотелось бы отметить более глубокие объемы которые идут в районе начинается из района 7680 и при подходе к предыдущим минимум 7750 в принципе если разбирать те объемы которые начинают скапливаться районе 77 можно предположить что ожидается давление на данный валютный инструмент с хорошей коррекцией и здесь уже на как говорится сильном движении на самых максимальных значениях будет откупать непосредственно австралиец как минимум на продолжение ну и начало коррекции товарно-сырьевой рынок нефть сорта бренд с этой стороны у нас все позитивно перспективы мировой экономики дают все предпосылки на то чтобы нефть дальше продолжала расти поэтому ожидая коррекционного движения в район 6680 6690 отсюда можно откупать с целью 668 50 и дальше 69 69 ровно 69 10 золото золото чудит прям вообще сложновато с точки зрения технического анализа но с другой стороны достаточно просто почему потому что мы подошли к первой восходящей целевой зоне здесь начинает отрисовываться разворотный паттерн хороший то есть максимум есть минимум есть мы перебили максимум перебили предыдущий минимум и для того чтобы получить идеальную точку нам нужно сделать 50 процентов коррекции к последнему движению это примерно как раз верхняя линия треугольника район 1780 здесь встаем на продажу стоп лоссом выше 1790 напоминаю что здесь приоритет сохраняется восходящий и более глобальная профитная . это 1800 1805 а падение ожидается в район 1750 и более глубокая 1730 3035 вот этот диапазон так страны опционов картина по непосредственно непосредственно золото выглядит последующему пока мы находимся под непосредственно балансом дня это все таки больше сигнал на продажу но так как золото является волатильным активом как раз идет по одной дороге того что здесь может быть именно за сколько на 50 процентов и отсюда уже как раз выгребаем нападение ну и здесь нижняя граница как раз расположена районе 1735 по объемам золото у нас показывает следующую картину так сейчас более серьезные подключим что хотелось бы отметить 1750 крупные объемы на покупку то есть желающих от купать это только при полной коррекции ну и больше чем больше тем дальше то есть у нас небольшой пробел как раз при подходе в районе 1730 но из района 1725 уже идет нагнетание как раз на крупные объемы со стороны продаж смотрите опять защищает уровень 1800 это в случае как раз где можно вставать на коррекцию но теперь перспектива на мой взгляд это фондовые индексы по фондовым индексом жду падения дакс 30 с этой стороны точки которые я отмечаю для себя заход в район 15000 на 040 это ближайшая так ну и 14 тысяч восемьсот восемьдесят пять но я думаю что 150 40 этого будет достаточно чтобы здесь открывать первую сделку на покупку почему потому что начинает набирать обороты сигнала на покупку с более старших таймфреймов тем более идут прибавления по опционам поэтому здесь самое главное нужно проявить свою трейдерскую дисциплину чтобы потом поймать идеально разворот и уже выстраивать непосредственно пирамиду что такое пирамида смотрите на мою youtube канале я об этом говорил nasdaq по nasdaq также ожидаем более серьезного коррекционного движения сижу жду не стою агрессивно на продажу потому что падение она сами вы знаете достаточно быстро и не всегда успеваешь более грамотно закрыть позиции на продажу перейдутся на покупку поэтому зная и помню о том что фондовый рынок это все-таки растущий можно так сказать актив грубо говоря актив поэтому с этой стороны очень агрессивно это продавать более консервативно и более профит на это покупать поэтому по маржинальным зонам обеспечения первая встреча в районе 13 700 13 745 далее 13 570 13 585 и более глубокая 13 360 13 425 помните о том что nasdaq достаточно волатильный фондовый инструмент поэтому не надо сбрасывается в него на покупки при первых же остановках смотрим развороты смотрим области и конечно же уровне так со стороны со стороны тактики адверза здесь прямо у меня тоже большая война если ориентироваться это 13 640 так 13 что 40 чуть ниже 13 600 если с более старшего при подходе как раз 13 600 заход сюда это как раз первая точка получается если расширяем 13 600 13 570 вот это будет наверное оптимальный оптимальная область с того чтобы здесь смотреть разворот но помним о том что у нас есть более глубокое падение в район 13 360 13 425 это непосредственно вот этот уровень 13 360 это 300 процентов по падения так снт и страны снт и движение уже пошло минимум пробили это великолепно поэтому следующие реперные точки для остановки более слабая 4 135 более сильно 4 125 4 115 и 4 100 мне конечно нравится более круглая цифра 400 я здесь лично буду откупать даже несмотря на то что не будет отрисовываться изначально разворотный паттерн там стран свечей либо самого ценового графика так со стороны непосредственно тактики адверза 4 115 можно так сказать и совпадения ну и как раз в районе 400 уже более сильная поддержка поэтому непосредственно отсюда будем подбирать по общему направлению ну и dow jones рисует точно такую же картину ближайшие 300 процентов 33 670 самый глубокий заход на сегодня на мой взгляд это 33 520 но я желаю всем попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи